Татьяна Устиновна Степанова, учительница белорусского языка Брестской школы номер 9. Всю свою жизнь посвятила детям, проводя уроки белорусского языка. На вопрос нашей съемочной группы, почему выбрала педагогику и данный предмет, отвечает с улыбкой, просто в нужный момент в ней разглядели потенциал. В городе Бресте ровно 50 лет. Начинала я в педучивище. У меня тут первые фотографии и снимки педучивища. Два года проработала в педучивище. А как получилось, перед окончанием института я вышла замуж. И мне преподаватели сказали, хотели послать в одну из лучших школ при распределении Ружанской или Пружанских. Я не знаю этих городов. Но так как вы уже замужем, значит свободный диплом. Ну а потом свободный диплом. А там в педучивище работало несколько преподавателей из института. Там же на меня прекрасно знали все. Я старалась учиться хорошо, потому что бы ни одной тройки не было. Если бы хоть одна тройка была, значит я бы должна была уехать домой. Мне даже сказали в институте, что я врожденный педагог. И это было, когда мы на первом курсе занимались. Преподаватель белорусского языка читает лекции. Я сижу за вторым столом, а он ни с того ни с сего. Лекция идет и говорит, а вот за вторым столом сидит врожденный педагог. То есть как бы что-то во мне чувствовалось. Несмотря на то, что свою трудовую карьеру женщина закончила много лет назад, ее ученики не забывают любимого преподавателя. Они поздравляют ее со всеми праздниками, отправляют ей письма и приходят в гости. Так, например, вчерашние школьники не позволили Татьяне Устиновне встретить свой красивый юбилей в одиночестве. С цветами, подарками, а главное с любовью. Они приехали, чтобы поздравить своего педагога. Самое главное, это то, что во времена школьных уроков это был человек весьма-весьма сдержанный, я бы сказал так. Никогда мы не слышали за 6 лет от обучения у нее повышенного голоса или какого-нибудь расстроенных чувств. Самое максимальное, что ее расстраивало, это когда кто-то что-то не подготовил, и искрометная ее фраза была тогда, ну вось, поглядите, ее не ведай. Или там еще что-то. То есть безмерное удивление, то есть не было никаких отрицательных эмоций с ее стороны. Наоборот, поддержка всемирная и, скажем так, ученики это очень хорошо ценили. Я вообще такой человек дружелюбный. Я очень радуюсь, всему радуюсь, хорошему, конечно. Люблю общение с детьми, с выпускниками, невыпускнами, вообще с людьми и с соседями общаюсь так, как надо. Каждый, кто приехал в гости к Татьяне Устиновне отметил, что на трудном учебном пути им встретился настоящий наставник. Не только профессионал, педагог по призванию, но и обаятельный, добрый души человек. И все эти качества бесспорно были, есть и остаются у Татьяны Устиновны. Все ее бывшие ученики убеждены, что именно она – эталон педагога. Она, конечно, была очень добрая, внимательная, заботливая, ну и, конечно, объясняла очень доступно. Ее любили, что она как бы всегда рассказывала все, что мы понимаем. И сам ее фразу говорит, вы не будете писать диктовки, как она говорила, я вам все рассказываю, только слушайте. Я с этой даже вот как бы фразой и дальше училась. Татьяна Устиновна до сих пор убеждена, у нее благороднейшая профессия – учительница родного белорусского языка. Сейчас женщина на заслуженном отдыхе, но до сих пор она в своих снах видит, как входят свои родные классы, как улыбаются и дети. Каждого ученика педагог помнит до сих пор. Казалось бы, это невозможно, но это так. Я так рада, я вообще никому, никакого зла не желаю самому злейшему человеку. Я так рада встрече очень многому. Вот Каминский, который был директором газопарата, я его сына учила, сестру его учила. И тут сверху спортсмен надо мной живет, я тоже его учила. И они обо мне тоже хорошо говорят, и я очень рада встрече с ними. Крайне я был удивлен и, честно говоря, даже выбит как-то из колье, что как это так. Учительница, столько лет прошло, и она помнит своих учеников и по-прежнему относится с симпатией к ним и поддержкой, несмотря на свой возраст достаточно большой. Хотя мы сами тоже уже далеко не молоды и на пенсии давным-давно. В альбоме Татьяны Устиновны множество фотографий, где она запечатлена в кругу тех, кого когда-то учила. Сегодня, встретившись за праздничным столом, женщина, как много раз до этого, слышит в свой адрес, что она была и остается для них уже ставших вполне состоявшимися серьезными людьми не просто любимой учительницей, а второй мамой. Для настоящего педагога, считает Татьяна Устиновна, более высокого звания не существует.